Комментарии. Конечно, есть неудовлетворенным результатом сегодняшней игры. Нужен был второй мяч, банально просто. Повели в счете, забили со стандартного положения. Во втором тайме было достаточно моментов до того, как мы пропустили со стандарта, чтобы забить второй гол и, наверное, предрешить исход встречи. К сожалению, как и в любой игре, я думаю, что мы сегодня владели территориальным преимуществом, владели игровым преимуществом. Но даже в таких играх нужно понимать, что у соперника всегда будет один-два полумомента, стандартные положения, угловой, штрафной, который может нести опасность у наших ворот. Поэтому, понятно, я ребятам сказал в перерыве о том, что нужно быть предельно внимательным, играть строго и в какой-то степени помочь вратарю нашему, который вышел с первых минут второго тайма, для того, чтобы обрести уверенность в воротах. Ну, так сложилось, видите, как бывает. Футбол непредсказуем, да, вроде бы, конечно, мы, наверное, были ближе к победе и по игре, по моментам созданным, но пропущенный гол со стандартного положения 1-1. А уже в конце, когда напряжение возрастает, когда нужно забивать второй гол, и, конечно, уже ребята подустали немножко, и мы, и соперники, и вот этой тяги немножко, для того, чтобы найти в себе дополнительные силы забить второй мяч нам не хватило. Еще раз говорю, есть недовлетворение, но самый главный итог, то, что нужно было забивать второй мяч во втором тайме, для того, чтобы предрешить исход встречи. Спасибо. Мы не сохраняли результат. Мы играли по счету, да, но ни в коем случае мы не сохраняли результат. Я не знаю, почему вы задаете такой вопрос. Наверное, вам показалось. Я со своей точки зрения могу сказать, что мы играли во втором тайме так же, как и в первом. Единственное, что мы не забили второй мяч во втором тайме, до того, как соперник нам забил со стандарта. Кор Малакян, игрок стартового состава сборной Армении, а здесь нет. В чем причин, почему он, чего не хватает? Ему все хватает. Национальный сборный тренер видит так игровую модель свою. Мы в клубе видим по-другому игровую модель. Поэтому сегодня, если вы заметили, мы играли в одного опорного полузащитника с двумя атакующими центральными полузащитниками. Это Роуз в начале игры и Джованни Мартинес. Но Роуз, к сожалению, не попал в игру. Такое бывает. Ничего страшного. Ему надо еще работать, чтобы понять свои функции в этой позиции. Гор вышел в эту позицию и в целом хорошо справился. От него претензий нет. Поэтому я думаю, что сегодня Гор остался вне стартового состава. Завтра теоретически и практически он может быть и в стартовом составе. Когда он наберет кондиции, сейчас у него есть микроповреждение, которое неприятное мышечное, болевые ощущения вызывает у него. Поэтому как только он наберет кондиции, мы будем его использовать. Пока он не готов играть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова